В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Важность голоса до выборов осталось два дня. Чтобы всегда быть в форме у казачьего кадетского корпуса появился спортивный комплекс. Пешком по Самаре городские экскурсии набирают популярность. Два дня до выборов. Сегодня в полной части кает время, когда кандидаты и политические партии могли проводить агитационную работу. Суббота день тишины, а в воскресенье миллионы россиян придут на избирательные участки. Участие в выборах не просто гражданский долг каждого жителя, но один из главных показателей культуры общества. Об этом шла речь на встрече, которую глава региона провел с жителями Кировского района Самары. С подробностями Олег Зверев. Явка решает все. От того, какую активность проявит Самарская область во время предстоящей избирательной кампании, зависит, сколько представителей смогут лоббировать в парламенте интересы региона. А это новые школы, дороги, спортивные объекты, участие в масштабных бизнес-проектах. Об этом говорил губернатор Николай Меркушкин на встрече с жителями Кировского района Самары. Нынешние выборы, по оценкам экспертов, самые ответственные за последние 25 лет. Максимально, насколько можно максимально, чтобы больше пришло на выборы. И не поддаваться тому, что сейчас льется с разных рекламных, и в подъездах, и листовки, и так далее, и так далее. Не поддаваться. Быть глубже, быть мудрее, может быть, и разбираться почетче. Кировский район, рабочая безымянка еще с военных времен и по день опора для всей страны. Сегодня промышленный комплекс снова на подъеме, и настроение у жителей другое. Теперь время проявить активную позицию на политическом поле, чем, собственно, и подтвердить свое участие в жизни страны. Это уже не первая встреча главы региона с жителями Кировского района. На прошлое, которое проходило в ДК имени Литвинова, были озвучены ряд пожеланий жителей города. Что сделано в ответ, об этом рассказал глава администрации района Игорь Рудаков. Запланирована масштабная реконструкция парка имени 50-летия октября. Проспект Кирова и Ракитовское шоссе приведены в нормативное состояние. Открытым остается вопрос ремонта Дворца культуры имени Литвинова. Четвертый вопрос прозвучал в зале ДК Литвинова с просьбой отремонтировать наш дворец. Вы сами дали оценку состояния, но учитывая, что это объект культурного наследия, там немножко смета другая. Ремонтировать Дворец культуры начнут уже в январе 2017 года. Что же касается ремонта дорог, то изначально планировалось в Кировском районе привести в порядок только одну дорогу. Но общими усилиями властей удалось профинансировать работы на 20 улицах. Всего же в городе поменяли асфальт на 70 дорогах. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Максимальная явка на выборах позволит региону стать опорным для страны. Об этом говорили участники Круглого стола, предвыборный синдром, политическая активность и социальные ожидания самарцев. В пресс-центре Самарской газеты собрались представители разных общественных организаций, в том числе президент Фонда социальных исследований Владимир Звановский. Участники Круглого стола отметили активную работу с электоратом в способы привлечения избирателей на участки и высокое качество работы избирательной комиссии Самарской области. Хотелось бы отметить, что избирательная комиссия Самарской области, она работает очень профессионально, профессионально подготовленные сотрудники, грамотно и квалифицированно, и что очень важно, своевременно готовят все документы. А как влияет действительно явка эта на судьбу нашего, например, региона? А политический ресурс оказывается у тех, в силу системы формирования наших органов, та, которая существует у нас, он оказывается в руках тех, кто имеет больше мандатов. Треть самарцев за достойное образование в городе подвели итоги акции «Я выбираю». Две недели волонтеры опрашивали людей и предлагали определить, что сегодня для Самары важнее. Завершилась акция ярким флешмобом о молодежи, которую не остановил даже дождь, репортаж Алины Чемерес. Более полусотни молодых людей, несмотря на дождь, собрались у фонтана на улице Осипенко, чтобы поучаствовать во флешмобе. Его инициатором выступил молодежный парламент при городской думе. Коллег поддержали молодые парламентарии внутри городских районов. Прежде чем выстроиться в форме российского флага, надевают цветные жилетки. Ребята пришли сюда, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Несмотря на дождь, несмотря на плохую погоду, все ребята сюда пришли добровольно. Эти люди имеют активную жизненную позицию, им не все равно. Флешмоб стал завершением целой серии акций под общим названием «Я выбираю», которые проходили в городе в течение двух недель. Молодым жителям предлагалось определить, что для них важнее – образование, хорошее жилье, качественные дороги или благоустроенные дворы. Люди предлагали свои варианты – доступная медицина, обустройство парковок. В результате почти треть опрошенных проголосовали за образование. Итоги акции обсуждались на молодежном форуме. Важные для людей вопросы лягут в основу работы молодежного парламента при думе и внутригородских районах. Также результаты опроса будут переданы городским депутатам. Люди действительно интересовались этим и участвовали, не отнекивались. И я думаю, что будет очень важно политикам услышать мнение граждан настоящее, что для них приоритетно, что важно. Потому что они со своей высоты деятельности могут не видеть то, что нужно обычным людям. После того, как активисты выстроились в триколор, в небо полетели воздушные шары. Новый спорткомплекс открылся в Самаре. В казачьем кадетском корпусе появился футбольный манеж, отвечающий всем современным стандартам. Возвели его за три месяца. И теперь заниматься здесь смогут не только кадеты, но и все желающие юные казаки. Уже оценили новый комплекс, а вместе с ними и Алина Чемерес. На торжественной церемонии открытия воспитанники и офицеры казачьего корпуса, кадеты показывают мастерство владения шашкой. Юным спортсменам не терпится опробовать новое футбольное поле, и они сразу надевают форму и начинают бить по воротам. Вердикт вынесли быстро. Мне нравится, потому что здесь мягко, ворота красивые, хорошие, новые, и все. Должно, да, не скользить, все. Прикольно так. Падаешь, когда мне совсем вообще не больно. Новый спорткомплекс расположился под шатром. Его площадь почти две тысячи квадратных метров. Возводить сооружение начали в июне. Строили его на деньги инвесторов на предоставленной земле со всеми коммуникациями. Единовременно тренироваться здесь смогут четыре команды. Оборудовано два футбольных поля с двуслойным покрытием и утеплением. Комплекс отвечает всем современным стандартам. Футбольный манеж такого типа первый в регионе. Подобные есть только в Москве, Омске и Новосибирске. Помещение новое. Здесь все еще пахнет краской. Вместе со спорткомплексом у воспитанников кадетского корпуса появилась новая раздевалка. Вот они, индивидуальные шкафчики, довольно вместительные лавочки и новые душевые с отличным ремонтом. Сегодня в казачьем кадетском корпусе учатся почти 300 человек. Физкультура для них один из самых важных предметов. В новом спорткомплексе воспитанников ждут в любое время. Физкультура и внеурочная деятельность тоже будет здесь проходить. Хорошо то, что это сооружение может действовать и круглогодично, и можно круглые сутки здесь тренироваться. Играть в футбол на новом поле будут не только кадеты. В спорткомплексе смогут тренироваться все желающие. Подобные манежи также планируют построить в Тольятти и Новокуйбышевске. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре с 20 сентября появятся новые транспортные карты для школьников. Они будут изготовлены в виде брелока из более прочного пластика. Стоимость проезда по новой транспортной карте не изменится – 11,5 рублей. Пока в Самаре выпущена пробная партия таких карт. Если брелоки станут популярными, их изготовят для всех пассажиров. Загородный участок магистрали Центральной планируют сделать платным. Только на этих условиях федеральный бюджет выделит свою долю в 50% на строительство проекта. Остальная сумма поступит от областного правительства. Строительство магистрали начнется уже в следующем году. Платить за проезд по новой магистрали придется всем, а не только водителям большегрузов. Самарский речной порт хотят перенести в устье реки Сок. Изначально там собирались построить футбольный стадион для игр Чемпионата мира 2018 года. Затем парк развлечений и ЗАГС. Речной же порт планировали перенести на противоположный берег Самары. Кроме порта на площадке в устье Сока разместят жилые дома. В Самаре в субботу перекроют несколько улиц в центре города. Там пройдет региональная легкоатлетическая эстафета на призы Самарской губернской думы. Автомобилисты не смогут проехать по участкам улиц Фрунз, Вилоновской и Молодогвардейской. Общественный транспорт пустят в объезд. Также запретят парковку с вечера 16 сентября на указанных улицах. Ограничение движения будет действовать с 10.00 до 14.00. Погода в выходные ожидается дождливая. В субботу и воскресенье будет пасмурно и прохладно. Днем до плюс 12 градусов. Ночью температура опустится до плюс 8. Местами возможна гроза. Пройти по Льва Толстого, затем по Красноармейске и про музей Модерна историю узнать. В Самаре продолжаются пешеходные экскурсии по городу. Они вызывают большой отклик у горожан. Иногда организаторам приходится разбивать желающих на две группы. Интерес к истории родного города возрастает с каждым годом, отмечают специалисты. Желающие могут выбрать интересующую тему и записаться на экскурсию заранее. В этот раз самарцы прошли по центру города в общей сложности 5 километров. Узнали об истории и архитектуре построенных на Красноармейской и Льва Толстого зданий. Когда мы идем по улице, если встречается какое-то интересное здание, то спрашивают о нем. И рассказываем не только узкотематически, но приходится вообще шире об истории города рассказывать, об истории застройки, об истории людей, которые там жили. То есть получаются такие кривические экскурсии. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Не больше двух в одни руки. Почему самарский метрополитен временно ограничил продажу жетонов на проезд? В завтрашний день российской медицины в Самаре завершается отделка нового здания кардиоцентра. Принимают работу. В рамках федеральной программы в Самаре капитально отремонтировали еще один дом. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин